я это здарова не ну ты отлично выглядишь причем даже пиджак не делать а дай я пару слов скажу просто мне товарища своего что не ну круто выглядишь такая яркая здорово от шамшурин и в этом видео я расскажу тебе о том как знакомиться в торговом центре в магазине какие нюансы основные на что тебе надо обратить внимание и еще хорошая новость в том что ближайшие несколько дней я буду регулярно достаточно часто выкладывать серию роликов о знакомствах с девушками то есть именно техническую сторону как правильно делать что делать не нужно что делать нужно в разных ситуациях то есть будут ролики о том как знакомиться девушкой на авто как знакомиться девушкой в метро как знакомится если banned при маме при родственниках каких-то что делать если она идет с подругой и так далее то есть об этом я расскажу тебе в ближайшие несколько дней это очень ценна информация потому что она именно техническая полезная и имеет такую составляющую прежде чем я Я сейчас начну рассказывать, как знакомиться в магазине и торговом центре. Объявление такое, что в самые ближайшие дни, а именно с 3 сентября, мы стартуем очередной поток моего долгожданного практического онлайн-марафона, который называется «Шамшурин всегда рядом». Напоминаю, как все проходит. 10 дней подряд я буду высылать тебе голосовые сообщения, я буду поддерживать тебя в чате. Ты имеешь возможность созваниваться со мной лично, в том числе и по видеосвязи, до такой степени, что даже я буду смотреть, говорить, показывай мне девчонок, ты говоришь, вон там стоят. Я говорю, покажи, ты мне показываешь, я говорю, давай иди к ним, и я буду рядом слушать, что ты им говоришь, давать тебе обратную связь. И самое главное, я смогу замотивировать тебя на эти подходы. Когда я рядом со своими учениками, у них все получается легко, это факт. Плюс это тусовка, это закрытый чат для общения, в котором ты найдешь себе единомышленников в своем городе, либо в каких-то соседних городах. Очень крутой, очень действенный продукт, уникальный в своем роде. Продажи откроются 31 числа, то есть у тебя будет всего 3 дня, чтобы вписаться и забронировать место. Мы специально ограничили для того, чтобы не брать лишних людей, потому что те, кому нужно, они туда попадут. Места ограничены для того, чтобы с каждым из вас успеть позаниматься, успеть в онлайне пообщаться. Также это будут мои коллеги, вся моя команда. Охрененный объем поддержки, и тогда та теория, которую я тебе сейчас рассказываю, она у тебя превратится не только в практику, она у тебя превратится еще и в результат. Очень дешево стоит, всего 10 тысяч рублей. Скорее, следующий марафон мы уже будем делать от пятнашки, потому что это нереально дешевая и доступная цена, специально для каждого, чтобы каждый мог попробовать свои силы, в практических знакомствах с самыми лучшими красивыми девушками твоего города. Ссылка здесь с подробностями, а сейчас, значит, какие нюансы. Почему я вообще решил снять видео о знакомствах в торговом центре, в частности? То есть я тут много раз наблюдал такую картину, и недавно снова наблюдал, когда я видел магазин женского белья, и парень, который пришел с девушкой, скорее всего, это ее молодой человек, наверное, он, девушка прошла туда в магазин женского белья, а он остался ждать в коридоре, ну, в рекреации. И я бы еще понял, если бы он сказал, ладно, я пойду попью кофе, там наберешь, он ушел бы. Или он бы зашел с ней, потому что лично, если бы это была моя девушка, если бы она покупала какое-то белье простое там для дома, ну, окей, пусть там возится, ну, если бы она покупала какое-то красивое белье, мне было бы приятно выбрать самому, сказать, блин, мне нравится вот это, или мне нравится вот это, я хочу, чтобы ты сегодня его одел, там оплатить, это очень круто. Это как-то вот, ну, то есть мне так нравится. Но, как бы, этот чувак просто стоял и ждал. И я так подумал в очередной раз, почему он так делает? Возможно, что, да, ему там некомфортно, ему там как-то нехорошо, неприятно, он считает, что это вообще не его какая-то стезя. Ну, так иди тогда, зачем ты стоишь в коридоре, иди посиди, пока попей кофейку. Все-таки я склонился к тому, что больше он, наверное, испытывал дискомфорт и не мог туда зайти, хотя, может быть, ему бы и хотелось. И прикол в следующем. Я подумал, надо рассказать тебе, как знакомиться в торговых центрах. Для многих это дискомфортно, особенно, если это парни какие-нибудь, может быть, там пока что еще не совсем финансово обеспеченные, особенно, если это дорогие торговые центры, потому что вы думаете, что туда приходят какие-то там суперрасфуфыренные девушки, да, то есть, кто я такой, она там пришла потратиться и так далее. Есть момент. Конечно, лучше всего знакомиться в рекреации, когда девушка идет не в этих отделах, а именно вот она находится где-то здесь, потому что здесь мимо идут люди, и, как мы помним, чем меньше свидетелей, иеговы, чем меньше свидетелей, тем меньше, как бы, шансов, что девушка там будет как-то сильнее, скажем так, ставить какие-то барьеры. Если она зашла в магазин, вот ты не успел, многие люди, они бы, наверное, ушли или стали бы ждать. Да, если тебе дискомфортно и совсем хреново, ну, тогда жди. Но я считаю, что это такой процесс, который может затянуться надолго, и лучше прокачаться. Ты заходишь за ней в магазин. Ключевое, то есть, там будет больше внимания. В чем минус? В том, что там будет больше внимания со стороны продавцов. То есть, там она, как бы, не остается одна. Но ты выбираешь тот момент, когда чуть-чуть все-таки посвободнее, может быть, она отошла, продавец отошел или, там, на нее не смотрит, подходишь и не громко, не надо привлекать себе максимум внимания, ну, и не шепотом, спокойным, не громким голосом начинаешь ее открывать. Ключевое, чтобы ты дождался, когда продавцы не находятся рядом с ней, либо еще не подошли к ней. Тем более, они же не знают, кто ты. Может быть, ты ее молодой человек, может быть, еще что-то, ну, всякое бывает. На моей практике было и такое, что продавцы вызывали охрану, потому что они говорили, зачем вы тут знакомитесь с девушками. Ну, то есть, им щемило яйцо. То есть, им было завидно, потому что, как бы, парень подходит, знакомится, там, девушка смеется, улыбается и так далее. Дальше, что нужно сделать? После того, как ты ее открыл, то есть, ты ее открываешь, там, говоришь, привет, ты суперски выглядишь, слушай, я вот еще с коридора тебя заметил, решил зайти пообщаться с тобой. Это важно, потому что у меня очень мало времени. Пытаешься что-то добавить ей, там, из горла, например, там, что она как-то интересно выглядит, на что-то она на кого-то похожа. Вот, в это время девушка может перебирать какие-то свои вот эти там вещички. И часто такое бывает, что девушка стесняется и смущается, она начинает перебирать вот эти свои там одежду. И ты в этот момент говоришь ей, что послушай, одежда никуда не убежит, обрати на меня внимание, пожалуйста. Все тактично, все мягко, все интеллигентно, можешь тихонечко за локоток ее вот так вот приподвинуть, чтобы вам было удобнее общаться. Никто не гарантирует тебе, конечно же, позитивной реакции. Если мы берем, например, там, Россию, Москву, почему мы и проводим там свои тренинги, допустим, потому что там достаточно суровые условия, девушки сильно выпендриваются, они сильно зазнали, сильно так... В общем, мне это не нравится. И так не должно быть. Если мы берем, допустим, Беларусь, то в Минске по-любому девушки в большей степени будут с тобой нормально, позитивно общаться, разговаривать и так далее. Это зависит во многом, в том числе и от менталитета, от города, но так или иначе пробовать нужно везде. После чего ты предлагаешь ей выйти. То есть как только она открылась, она что-то начинает говорить. Если она вообще ни в какую, она говорит, не надо, там, отстаньте, ничего не хочу. Ну, блядь, что ты здесь скажешь? Отлично. Всего хорошего. Тогда я пойду. Классных тебе покупок. Я, кстати, сейчас отвлекусь от темы, потому что для человека, для мужчин очень неприятен этот отказ. Да, и он в этот момент такой, типа, думает, как бы мне сквозь землю провалиться, потому что, блин, тут еще и продавцы, возможно, увидели и такое. И многие спрашивают, что делать, что делать? Да ничего не делать. Понять, что это не смертельно. Понять, что причина вообще не в тебе. То есть только через преодоление, через присутствие в этих ситуациях ты поймешь, что ничего смертельного не случилось. Ну, да. Она сказала, нет. Говорит, блин, всем покеда. И ушел. Просто я был свидетелем тех случаев, когда мужчина заходил, допустим, там, мой ученик, там, в первый день, там, либо второй, заходил в торговый центр, ну, в отдел женского белья. Я говорю, иди знакомься там. Я специально этих людей и так прокачивал. И когда девушка говорила, нет, там, отказывала как-то, он начинал, короче, отворачивался и тут же перебирал какие-то соседние эти вешалки с вот этим всем бельем. То есть он пытался, скажем так, изобразить некий спектакль, что он вообще пришел не к ней, а вот он тут по магазинам. Ну, то есть, да, неприятно, да, стрёмно, да, хочется это скрыть. Ну, блин, но выглядело это очень смешно, потому что когда мужик стоит и роется в чьих-то там каких-то, вернее, в лифчиках, в трусах, ну, это такое. Вот. По поводу предложить выйти, то есть, смотри, ну, тут целая совокупность причин, почему. Во-первых, тебе самому будет комфортнее общаться там, во-вторых, когда ты ей говоришь, давай выйдем, ты вообще охреневший тип, ты зашел за ней в магазин, ты вытащил ее за локоток, то есть, обязательно нужно помочь, только не вот так, вот, как ты делает полицейский, молодой человек, пройдемте, а именно тихонечко за локоток, то есть, ты с улыбкой, приятно, интеллигентно, ты же, я сейчас тебя верну, и в идеале, даже после того, как ты ее вытащишь и пообщаешься с ней, отвезти ее обратно, потому что это мелочь, тонкость, но она такая заметная, то есть, ты обещал, ты выполнил, ты же мужчина. То есть, тебе комфортнее там, во-вторых, ты ее заинтересовываешь, потому что многие думают, как заинтересовать, а заинтересовать можно вот таким, в хорошем смысле слова, наглом поведении. И она такая думает, вот это мужик, блин, прикольно, вот, плюс у нее, естественно, напоминаю для первоклассников, что есть страхи, связанные с тем, что она не хочет показаться излишне доступной, если будут свидетели, в частности, там продавцы в магазине, то это неприятно. Ну и плюс, конечно, да, там больше внимания к вам точечно. Это все не способствует эффективности знакомства и результату от него. Когда ты выводишь ее, там ты уже общаешься. О чем общаться, это отдельная тема упражнения горлом, которые, кстати, мы с тобой на марафоне, который стартует 3 сентября, будем выполнять вместе, и ты будешь его выполнять. Я буду слушать и слышать и видеть по видеосвязи я и мои коллеги, как ты это делаешь, и ты будешь задавать вопросы. Это очень-очень полезно. То есть, там мы решим вопрос, о чем ты будешь разговаривать, как ты будешь заинтересовывать, как ты будешь позиционировать себя. И все это мы будем делать на практике, а самое главное, не в теории. Напоминаю, уже скоро мероприятие начнется, твоя задача не пропустить его. Когда ты пообщался с девушкой в коридоре, ты берешь у нее телефон, делаешь дозвон, возможно, там же прощаешься, говоришь, давай я здесь тебя обниму. Раз, обнял ее или поцеловал в щечку, отвел ее обратно, оставил, скажи, возвращаю туда, где было. Ну и как-то так. Если она, допустим, не выходит, но реагирует хорошо и позитивно, ну такое бывает, то есть, она такая как бы смеется, там что-то улыбается, может быть она стесняется, может быть какие-то причины есть, но ни в какую не выходит. Ты говоришь, ну окей, тогда я тебя подожду там пару минут. Ну что делать? Выходишь и ждешь. Если она вообще не выходит и реагирует, ну не позитивно, либо сухо, либо прям, такое типа на отвали. Опять же, я уже сказал, что делать? Нужно это принять. Ну ты с этим ничего не сделаешь, не надо разыгрывать никакие спектакли, что ты ходишь, смотришь вещи, и ты говоришь, отлично, желаю тебе хорошего дня, супер, пока, хорошего настроения и пойдешь. Все, то есть это все очень просто. Да, это неприятно, да, это обидно, но она-то здесь ни при чем, она не несет ответственности за твои ощущения и эмоции. Каждый человек сам несет ответственность за свои ощущения. Она не вызывала у тебя этих ощущений, она просто сказала нет. А то, что ты выбрал включить обидульку там и так далее, ну кто виноват? Ну, значит, твоя непрокаченная психика виновата. Вот такие вот моменты для знакомства в торговом центре или в магазине, которые ты должен понимать и знать. то есть не учитывая их, ты делаешь себе гораздо хуже. То есть обязательно нужно эти моменты учитывать, соблюдать. В следующих видео дальше я буду, напоминаю, рассказывать тебе о том, как знакомиться в машине, в метро, там, если она с подружкой, если она с мамой, там, не знаю, с собакой, с котом, с инопланетянием, все что угодно. То есть любые случаи, которые могут произойти с тобой при знакомстве. То есть идеальных ситуаций, если послушать некоторых моих учеников, идеальная ситуация, когда женщина просто спит или мертва, и она уже сразу лежит, там, не знаю, с раздвинутыми ногами. То есть тогда ему просто подойти. Но в жизни бывают различные ситуации, в которых тебе надо научиться действовать. И этому всему я тебя на практике буду учить. Кстати, если ты уже созрел, то здесь ссылка под этим видео, там есть ссылка на мой практический тренинг в Москве, который состоится в конце месяца следующего. Либо же все-таки я буду с радостью видеть тебя на своем онлайн практическом марафоне. Шамшурин всегда рядом с моей видео и аудиоподдержкой и с поддержкой от моих коллег. Ссылку здесь для подробностей. А, и кстати, еще очень важный момент, что на лендинге, на сайте, который рассказывает о подробностях этого марафона, ты найдешь целых два свежих, абсолютно нигде ранее не светившихся видео с моими знакомствами, с моими подходами. То есть, я снял специально для этого продемонстрировать, как это может быть легко и классно два своих новых свежайших подхода. Обязательно посмотрите видео там. Все, жди следующий видос, увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok